Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Льготная сельская ипотека уже со следующего года. Как еще будут помогать деревням страны? Кризис власти. Что происходит в политике Каменского района? Компенсации или ремонт квартир. Минстрой объяснил, что будет с крыши в поселке Южный. Развитие сельских территорий накануне обсуждали в Москве на заседании Госсовета под руководством президента Владимира Путина. Основными докладчиками выступили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Но сначала президент обратил внимание на плохое состояние транспортной сферы в деревнях, социальную необустроенность, отсутствие условий для предпринимателей. Агропромышленный сектор не сможет развиваться без общего улучшения условия жизни, подчеркнул глава государства. И напомнил, средняя зарплата в селе – две трети от средней по экономике. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед. Добавлю, что именно на селе живет больше половины, по оценке, примерно 53%, граждан с низкими доходами. Чтобы жизнь на селе стала лучше, с января в России стартует программа «Комплексное развитие сельских территорий». Основной блок ее мероприятий направлен на создание современного облика села. Об этом говорил в своем догладе на заседании губернатор края Виктор Томенко, который является руководителем рабочей группы Госсовета «Сельское хозяйство». Среди ключевых направлений госпрограммы предусмотрено также развитие жилищного строительства в сельской местности и повышение уровня благоустройства домохозяйств. Со следующего года заработает льготная сельская ипотека на срок до 25 лет по весьма низкой ставке до 3% годовых. В реализации этих мер приветствуют инициативу снизу от муниципалитетов – жителей бизнеса. Они должны представлять проекты комплексного обустройства конкретной территории. К слову, количество заявок уже превысило сумму, которая заложена в паспорте программы. Выделяют 36 миллиардов на все регионы, а необходимо 79. Поэтому Виктор Томенко и министр сельского хозяйства просили президента пересмотреть ее финансовые параметры. Напомним, одним из первых, кто заговорил о необходимости программы по развитию сельских территорий, был председатель АКЗС Александр Романенко. Депутаты Каменского района недовольны тем, что крывые власти обвиняют их в саботаже. Они считают, что руководство края не слышит их претензий и просьбы. Поэтому привлекать внимание приходится кардинальными способами. Какие проблемы хотят решить депутаты Каменского района, расскажет Полина Жданова. Предлагается снять этот вопрос в политические дня, так как районное собрание не приняло бюджет на 2020 год. От бюджета на 2020 год в Каменском районе открестились все депутаты. Зимняя сессия провалена. В Рио главы муниципалитета Евгения Гордиенко объяснить ситуацию в районе времени не нашла. Зато ее коллега охотно высказал претензии и ей, и местному руководству. Депутатский корпус не слышит никто, их предложение, их в какой форме и как нужно принимать бюджет. А когда депутаты задают вопросы, это все повисает в воздухе, и мы на них не получаем ответов. Предприятие теплооснабжающее загнали в долги, причем повысив тариф на 40%. Распределение денег в 2020 году абсолютно непонятно, поэтому и не устроило местных чиновников. По словам Железовского, район без денег не останется. Основной бюджет – это деньги каменских налогоплательщиков. Неявка на сессию тоже была своего рода диалогом с местной властью. Но проблему муниципалитета и в разговоре с краем. Краевым чиновникам, самым, скажем, из топ-ряда, я бы советовал почаще бывать в муниципалитетах, общаться с представительными органами муниципальными, находить понимание и создавать рабочую обстановку. А краевые депутаты считают, что виной всему внутренние конфликты в районе. Но срыв заседания – это не выход. Все-таки возобладает и ответственность перед избирателями, перед каменцами, и чувство элементарной дисциплины. Вы были избраны не для того, чтобы не ходить на сессии, а вы были избраны для того, чтобы проводить, участвовать, работать, и в том числе и принимать важнейшие финансовые документы. По мнению политолога Константина Лукина, краевым властям не хватает связующего звена в общении с районными верхушками. Саботаж в Каменском районе обнажил общую проблему нехватки социального института, который смог бы наладить коммуникацию верхушек власти во всем регионе. Диалог между разными ветвями власти зашел в такой тупик, что, видимо, у депутатов не оставалось другого способа привлечь к этому большое внимание. И здесь их тоже можно понять, как тех же людей, которые выходят на митинги. У нас нет институтов, которые бы осуществляли коммуникативный процесс в таких случаях. Принять годовой бюджет нужно до 1 января. Смогут ли депутаты договориться, покажет внеочередная сессия. Она была запланирована на 30 декабря в понедельник. Но после вмешательства края ее перенесли на 28 число. Поэтому на работу избранникам придется выйти и в субботу. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. Больше 6,5 тысяч кубических метров снега вывезли с улиц Барнаула Дорожной службы за прошедшую ночь. Работало полторы сотни единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Всего же только за прошедшие сутки с улиц очистили от 12 тысяч кубометров снега. Наряду с центральными магистралями, Павловским трактом, Лениной, Социалистическим уделили особое внимание улицам Антона Петрова, Воровского, Георгия, Молодежной, Советской, Пролетарской, Юрина и другим. Дорожники отмечают, что всего на вывоз снега потребуется около недели. За сутки в Крыевой столице выпала больше половины месячной нормы осадков. К счастью, по прогнозам синоптиков, новых метелей в ближайшие дни пока не ожидается. Работы будут продолжать. Минстрой прокомментировал ситуацию с крыши дома в поселке Южный. Там капитальный ремонт начали этой зимой. В квартирах стали протекать потолки, замыкала проводка, но в Минстрое сказали, зимний ремонт – это скорее правило. Просто подрядчик совершил ошибки. В случае массовых дождевых потоков были бы замочены, наверное, все квартиры, которые там находятся в этом доме, верхних этажей. Сейчас фактически есть замечания только в двух квартирах из 16. И в зимний период эти работы производить, мы считаем, наиболее целесообразно, потому что зимой дождей нет, бороться с подтоплениями квартир гораздо проще. Поэтому дому, вот я неоднократно это говорил, значит, либо ремонт в помещении, либо выплачена компенсация на усмотрение жителей. Замечаний по работе подрядчика на территории края до этого момента не было. И на счету компании ремонт 40 домов только в этом году. Теперь задача подрядчика – убрать мусор и снег с крыши, а также выплатить компенсации или провести ремонт в квартирах. Турнир по спортивной гимнастике заслуженного мастера спорта России Сергея Харахордина прошел в Барнауле уже в 13 раз. На него в краевую столицу съехались гимнасты со всей России. Подробности в сюжете. Барнаульские гимнасты – серьезные конкуренты. Единогласно считают соперники из других городов. На Всероссийский чемпионат по спортивной гимнастике Олега Харахордина в Барнаул приехали спортсмены из Москвы, Новосибирска, Омска, Томска и из других уголков страны. Особым гостем турнира стал его создатель. Очень приятно, что география турнира расширяется. Турнира за 12 лет есть своя история. Я не знаю, много это или мало, но можно уже точно сказать, что какие-то вещи запоминаются. В турнире приняли участие спортсмены от 9 лет и старше. Открыли соревнования юноши, продолжили девушки. Программа упражнений от 1-го юношеского разряда до мастера спорта. Я думаю, что это самый красивый вид спорта, изящный. Вообще меня привела в этот спорт бабушка. Мне понравилось и я осталась. На эти соревнования я приехала выполнять мастера спорта, поэтому они мне очень важны, как и все другие соревнования. Поэтому гимнастика сейчас у нас такой приоритетный вид спорта в России. Поэтому развивается большими темпами. Вот этому залу бы, конечно, побольше его. Тогда бы было еще лучше. Гимнасты из Барнаула, как и опасались их конкуренты, взяли пальму первенства. По программе мастеров спорта среди юношей в многоборье на шести снарядах победил барнаулец Сергей Найдин. В подарок от организаторов он получил телевизор. Среди девушек в многоборье на четырех снарядах золота взяла чемпионка Сибири, спортсменка из Барнаула Арина Ищук. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.